Нарвский профессиональный учебный центр представляет Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Легенда о Нарвской Деве Случилась эта грустная история Много лет назад в славном городе Нарва С тех пор из поколения в поколение передают ее друг другу жители города Дошла она и до наших дней Субтитры создавал DimaTorzok Артем, а давно здесь появилось это дерево? Нет, не очень, около года назад Нет, не очень, около года назад А зачем? Чтобы влюбленные могли вековечить дату счастливой для всех дня Ну и просто это красивая традиция Впервые эта традиция появилась в Италии После выхода романа Федерико Моча «Три метра над небом» Считается, что повесив амбарный замок на перелом моста И бросив ключ в воду Молодожены топят в реке все свои прежние связи А ключик к их сердцам теперь никто не сможет подобрать В смысле? Что в смысле? Закрываясь, замочек символизирует желание влюбленных Никогда не расставаться Это не только очень романтичная, но и очень трогательная традиция А откуда ты ее знаешь? Книги надо читать Я читаю побольше твоего Зато я читаю много исторической литературы Да? Но раз ты такой умный, то скажи С твоим ума была такая традиция? Нет, не была Почему? Потому что в стародавние времена замуж выдавали в основном не по любви, а по расчету Но это же глупо Пусть глупо, и тому доказательством является множество легенд И даже у нашего города есть такие легенды А ты знаешь хоть одну? Конечно Ну так расскажи Рассказать? Ну слушай Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Девчонки, я за это вам расскажу что-то Ой, да что ты расскажешь? Дай я на что-то расскажу Ты посмотри на него, ни свет ни заря, а он уже караулит Вот кому заняться нечем, взял бы за нас белье постирал что ли Смотри, даже ухом не ведет, вот нас сырный А.Егорова А.Егорова Что вам опять надо? Ладно, тащите тарелки, в последний раз Доброе у тебя сердце, Рогнейт Вот-вот, и многие знают как этим пользоваться Что-то Кузнец поздновато сегодня работу начал Зато будет трудиться допоздна, у него заказ от Юргена Такому человеку не отказывают Какая неудача красавица, так бы и любовался ей целый день Если начнешь любоваться нашей эльским день-деньской, то кто за тебя станет дело делать Давай лучше работай ложкой, да поднимайся Дел непочатый край Вечно ты, сестра, бронишься, лучше поговорить нельзя И то верно Неужто ты не согласна, что красивее нашей эльским нет во всей округе, а может и гораздо дальше Согласна и не согласна, но только не красота важна для счастья Девушка, но ко всему умная, такую трудно не заметить, самого короля достойна Скажешь тоже король, ей здесь жених найдется нормальный Эй, Годди! Сейчас иду Заболтался я что-то с вами, меня уже кузнец зовет Заболтался я что-то с вами, меня уже кузнец зовет Ивор Ивор, ты где? Глупый, ты напугал меня Я не хотел, это шутка Тише, родители увидят Тогда давай уйдем отсюда Я не могу сейчас уйти Не можешь? Тогда давай поговорим прямо здесь Здесь нельзя говорить, нас могут услышать, ты уже знаешь Когда же я смогу увидеть тебя? Сегодня вечером на площади будет представление Приходи на наше место В толпе смогу затеряться, и мы увидимся А сейчас я ухожу Постой! Сегодня вечером, не забудь Зася уйдем иschу КОНЕЦ ПОСТОРА КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Дочь нашего уважаемого Юргена. Он самый богатый человек во всей округе. Его корабли можно встретить в самых дальних странах. Вот, например, из Португалии они возят терпкие сладкие вина, из Туманного Альбиона сукно крепкое, из немецких земель серебро, а из Франции соль, которая всем необходима. Не он ли случайно торгует корабельными досками из леса принорусского? Конечно он. А еще изделиями ремесленников, умельцев, нарциков. Да, но самое большое сокровище в нем девушка касается. Это правда. В нашем городе нет ни одного холостого парня, который не мечтал бы посвататься за нее. Да, вот только не нужен ей, похоже, вообще никто. Не нужен, говоришь? Так что, будешь про это вопрос? Ну, надо подумать. Ну, мы быстрее. Завтра рано утром отплываем к каждой стране. И будем здесь еще не скоро. Хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо, Ваше Высочество! Ваше Высочество! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Ваше Высочество! Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Этим городом управляет наш богомейстер Хенрик Фрейзе, а мы все ему сильно помогаем. Позвольте мне представить Вашему Величеству моего сына Андреса. Он служит у нас аптекарем. Очень кстати. У моего сына в дороге случился недуг. Если у вас найдется лекарство от него, мы будем его весьма признательны. С превеликим удовольствием, Ваше Величество! 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Простите, милая девушка, куда вы так торопитесь? Ваше высочество, я немного устала и хотела побыть одна Боюсь показаться вам навязчивым, но не позвольте вы мне скрасить ваше одиночество, тем более, что час уже поздний и не пристал юной девушке находиться во дворе совсем одной Ну что вы, ваше высочество, здесь мне ничто не угрожает, я здесь родилась, здесь выросла и почти каждого знаю в лицо, а люди у нас очень добрые и хорошие Я не сомневаюсь в ваших словах, но позвольте мне вас сопровождать просто так, безо всякой причины Как вам будет угодно КОНЕЦ Лута, подожди минутку Ивор, что ты здесь делаешь? Не очень, не очень надо увидеться с твоей сестрой, позови ее сюда, пожалуйста Отцу это не понравится А зачем им об этом говорить? Мне надо всего лишь сказать ей несколько слов и все, и ты потом долго меня не увидишь Если родители узнают, что мне давно известно про вас Эльскин, и я все это время от них скрывала Лута, ты так выросла за последнее время, стала такой красавицей, скоро к тебе женихи начнут свататься, и как знать, может тебе понадобится помощь Эльскин или моя Вот ты всегда такой хитрый Ладно, пошли Как, но... Не беспокойся, родителей дома нет Кормилица я беру на себя Жди здесь Что случилось, Ивор? Хорошо, что родители не дома, они отправились на пристань провожать короля Лута сказала мне об этом Но кормилица не дремлет Лута сейчас ее отвлекает, надолго ее не хватит А много времени не потребуется, я пришел попрощаться Прощаться? Ты уходишь? Куда? Я ухожу в другие города, на заработки Но почему? Ты не понимаешь? Я совсем бедный, моя семья обеднела, и твой отец не выдаст тебя за такого Ивор Не спорь, со мной все решено Так будет лучше для нас обоих Я смогу заработать деньги, а ты проверишь свои чувства О чем ты говоришь? Мне не надо проверять, я знаю, что люблю тебя Тем лучше Значит, мы выдержим это испытание и встретимся с тобой весной Весной? Ты уходишь до весны? Но это так долго Не так уж это и долго Весна наступит скоро И я смогу скопить хоть немного денег И тогда просить у твоего отца твои руки И... И может быть он согласится В общем, прощай И помни, как я сильно тебя люблю Нет, Ивор, не уходи так скоро, пожалуйста На долгие прощания нет времени Так будет лучше Ива, подожди, Ива, пожалуйста Не бросай меня Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Дитя мое, что с вами? Ах, ваше величество! Что? Что случилось? Его высочество, тормясь, что разорвало нашу пополку. Да как он посмел? На то была воля короля. Сын мой, я попрошу вас объясниться. В чем я должен объясниться? Почему принцесса Каролина, ваша нареченная невеста, выбежала от вас в слезах? Ах, мама! Не терзайте мою душу! Я и так измучился. Ну, полно, сын мой. Расскажите мне все, что вас терзает. Я ваша мать, и вы мне можете доверить свою душу. Я влюбился и хочу жениться. Прекрасно! Совсем нет. Почему же? Король никогда не разрешит жениться на этой девушке. И кто же она? Ее зовут Эльсхен. Она дочь купца Юргена из города Наро. Она же из простого народа! Я полюбил ее всем сердцем, всей душою. Дитя мое, вам должно быть хорошо известно, что Каролине женятся на простолюдинах. Тогда я не хочу быть Каролем. Не стоит говорить о том, о чем можете пожалеть. Я могу пожалеть лишь об одном, если моя возлюбленная не будет со мной рядом. Бедный мой мальчик, если бы я хоть чем-нибудь могла вам помочь. Вы мне можете кое-чем помочь. Чем же? Попросите Короля, чтобы он мне разрешил жениться на девушке с простого сословия. Ну чего вы взяли, что мне удастся убедить Короля? Король любит вас. Не каждому Королю выпало счастье жениться по любви. Ну вы понимаете, о чем я говорю. Я, конечно, не уверена, что Король послушает меня, но ради вас я попробую с ним поговорить. Послушает. Обязательно послушает. Ждите здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отец не одобрил ваше решение. Я так и думал. Но, видя ваше страдание, я пошла на хитрость, да простит Господь мой муж. Что вы ему сказали? Я сказала, что здоровье ваше неважно, и что врач сказал, будто вы умрете от тоски, если будете волноваться. И он согласился? Ему пришлось. Отец любит вас. Вы его единственный наследник, и это важнее всех законов мира. О, благодарю вас! Да благословит вас Господь! Однако придется ждать весны. Дела государственные не позволят нам раньше отправиться в путь. Но если к весне сердце ваше не остынет, пусть исполнится ваша королевская воля. До свидания! Работа субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Прочитав свиток, ваш муж изменился в лице и велел мне немедленно идти к вам, чтобы подготовить... К чему подготовить? К тому, что сейчас к вам поднимется купец и сообщит вам о цели королевского визита. А где же сам Юрген? Отправился готовить все к встрече короля и королевы. Больше ничего не просил передать? Нет. Только просил как следует присмотреть за Эльсхин. За Эльсхин? Зачем? Не знаю. Госпожа к вам пришли. Кто? Какой-то господин, я не знаю. Проводи его ко мне. Хорошо. Подожди, останься. Хотя нет. Иди. Доброго здоровья, госпожа. Меня зовут Ингвар. Разрешите присесть? Прошу вас. С чем же вы к нам пожаловали? Надолго я вас не займу. Я прибыл от его королевского высочества сообщить вам весть, которая может весьма вас обрадовать. Слушаю вас внимательно. Его королевское величество со своей семьей скоро прибудет в ваш город. Мы очень счастливы, оказывая нам честь. Но какова же цель их приезда? Его высочество принц собирается просить руки вашей старшей дочери Эльсхин. Как? Я знал, что это весь вас обрадует. Это так неожиданно. Возможно, даже слишком. Принц мог бы выбрать девушку из дворянского рода, а не... Королевская семья решила породниться именно с вами. Такой великой честью не стоит пренебрегать. Принц хочет просить руки нашей дочери. Но захочет ли сама Эльсхин, надо сначала спросить у нее. Вам выпал случай породниться с королевской фамилией. Тогда к вашему богатству прибавится еще и титул. Да-да, конечно. Юрген просил передать вам, чтобы вы распорядились насчет торжественного ужина по случаю приезда короля. Предайте моему супругу. Ему не о чем беспокоиться. Все будет сделано. Ты все слышала? Да, госпожа. И что же нам теперь делать? Нам трудно будет уговорить Эльсхин. Она любит молодого юношу из нашего города. Он хоть и бедный, но очень благородный и с чистой душой. Зовут его Ивар. И давно ты об этом знаешь? Давно. Я догадывала, в сердце дочери не свободно. Но надеялась, что это все детские игры, с которыми мы с легкостью справимся. Одно хорошо, что Ивара нет сейчас в городе. Поздней осенью он уехал на заработки, пока не возвращался. Попробуй убедить Эльсхин, что он мог встретить другую девушку в дальних краях и влюбиться. Попробуй. Поговори с ней. Она всегда доверяла тебе. Может, и в этот раз она тебя послушает. Уже иду. Найду ее и поговорю. Иди же. Как тяжело на сердце отвести этой. Как бы ни быть беде. Литвин. Единственным. Попробуй. Продолжение следует... Куда ты? Мне надо уйти. Придумай что-нибудь, чтобы меня не искали. Что я придумаю? Король с принцем уже приехали. Они с отцом сейчас говорят в зале. Потом пошлют за тобой. Я не хочу замуж за принца. Я ненавижу его. Почему он приехал именно в наш город? И почему всех девушек он выбрал именно меня? Наверное, полюбил. Как ты полюбила Ивара? Не надо что-нибудь придумать. А если я просто уйду? Ты сделаешь очень плохо отцу. Король может настолько сильно рассердиться на него, что расправится со всеми жителями нашего города. Я слышала, как отец говорил об этом с мамой. Неважно, мне нужно уйти. Куда? Не знаю. Я не хотела тебе говорить. Думала, что ты убежишь. Но раз ты все равно убегаешь, то ты должна знать. Этой ночью в город вернулся Ивар. И ты молчала? Но ведь все равно уже ничего не изменишь. Совсем ничего. Мне хотя бы нужно с ним увидеться. Это будет очень трудно. Кормилица велено следить за тобой. Она и сейчас стоит за дверью и караулит. Я что-нибудь придумаю? Ты мне поможешь? Попробую. А как? Сейчас тебе не уйти. Я постараюсь убедить кормильца в том, что я смирилась со своей участью. А ночью, когда все лягут спать, я выйду из замка. А чем я могу тебе помочь? Ты? Найди Ивара и передай ему записку, которую сейчас напишу. Хорошо. Пиши скорее. Пиши скорее. Ивар. Любимая, я не узнал тебя. Мне пришлось надеть мамино платье, чтобы выйти из дома. Как долго я ждала тебя? Долгих пять месяцев. Это целая вечность. Вечностью кажутся минуты, когда ждешь любимую. Мне было невыносимо жить без тебя. Думая о тебе, я находил силы работать от зари до зари, в надежде, что все это не зря. Но будто мне все рассказала и... Ничего не говори. Как же мне жить теперь? Сейчас я здесь, с тобой. И что бы ни случилось дальше, знай, я твоя. Только твоя. Отныне и навсегда. Я люблю тебя. Что ты задумала? Ты любишь меня? Люблю. Больше, чем жизнь. Ты моя жизнь. Ты мое сердце. Мое счастье. А я... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Что же было дальше? Ивр опоздал на венчание, и Эльсин стала женой принца Олафа? Да, Эльсин пришлось покориться воле семьи и короля. Такие были времена. Она и не смогла бы перечить. Как же так? Она смогла жить с нелюбимым? Нет, она не собиралась жить с нелюбимым. Когда корабль отчалил далеко от берега, Эльсин вышла на палубу и долго смотрела в ту сторону, гибу ее город. И думала о своем возлюбленном. А потом? Потом она бросилась в море, и волны в одно мгновение поглотили ее. А что стало с Иваром? Ивар поднялся на самый высокий откос возле моря. Смотрел след подешево корабля, пока тот не искрылся из беду. А дальше? Едва корабль скрылся, Ивар бросился вниз с огромной высоты. Значит, они оба погибли? Какая грустная история. Как ты думаешь, их души могли соединяться после смерти? Не знаю. Может быть, если они в той жизни, то в какой-нибудь другой они найдут друг друга. Этого мы с тобой никогда не узнаем. Субтитры подогнал «Симон» 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 »